Я хочу всех приветствовать 12 июня 1921 года, в День России, прежде всего. Этот День России стали отмечать с 1991 года, когда что-то произошло в мире, какой-то некий взрыв, такой у нас некий Советский Союз превратился в отдельные группочки. Такой же взрыв происходит и сейчас. Я вижу, что киновцев у нас в этом зале, вроде как много, на городу киновцев мало. В основном новые люди в мире, тут есть несколько тех людей, кто присутствовал. К сожалению, День Решок не прибыл один Александр Копов, который обещал ехать. Слощадили к кинов, у нас было 5 человек, которые мы учители кин, организовали, записали юридически на Министерство института Крыма 12 июня 1997 года. И мы не знали, как это уже за День России, но, как я хочу сказать, что, наверное, не случайно получаются вот эти случайности. И если институт на асферы, задача института на асферы – показать роль русской идеи, а русская идея – это космология, это серединка между западными и восточными философиями, русская идея – это не идея нации. Я, в общем-то, физик, я нечем по образованию, работал в реале на космосстанции, по пешествиям с космосстанцией, 10 лет, на Индорфе, и дали мне не случайно прямо солнечно-земная физика, космос и человек. И вот эти почти 50-45 лет, которые я живу здесь в научном, моя тема – каким образом космос проявляется в человеке. И сегодня такой вот наш вообще-то главный знакомство, мы проводили его несколько лет назад, вот Олечка присутствовала здесь, на этом баре знакома, знакомство, когда мы проводили, мы три дня проводили, мы не успели наговориться, мы успели познакомиться не только там с нами, с собой, с другими людьми, потому что это на самом деле великое чудо – познать внутренний мир, свой внутренний мир. И говорят, значит, познай себя, и ты познаешь вселенную, ты познаешь, как устроен мир, другой мир. Потому что Марта и Микро-Космос – это основная базовая философия, ну, у всех древних и современных, то есть это именно мудрая философия. Познай себя. И вот если мы познаем, для чего, как и зачем пришли на эту Землю, на эту святую мать Землю, почему она живая в планете, я очень благодарна друзьям, на моем живой планете, мы провели вот с первого по шестой марафон, такой «Тарамак» еще, где был «Игрус бездолк», и мы говорили о том, как этим образом работает музыка сфера. Я здесь принесла несколько всего книг, изданий, у меня там тысячи статей, сотни вот этих изданий, газет, и всего остального. Я принесла к этой мерцели, чтобы показать, как же работает мысль. И мы в прошлом году, в 20-м году хотели провести большую конференцию, посвященную столетию, вещество Славя Арнавского. «Научная мысль в семье геологической силы поездки». Очень мало кто из ученых, вообще, или из людей так понимает вот это пророчество заявление или объявление «Сон 12-го», а сон – это магический, пророческий сон, что действительно наука, именно наука, она обязана, понимает ученые или не понимает, она обязана дать правила. Вот эти правила развития каждой личности нашего народа, наши земные правила, как небесные правила. И вот этот наш проект «Италия», который мы сегодня представляем, проект «Проект». Это проекция космических законов в наши души, в наши короны, вверх, в поле наших алк. Если мы думаем, если мы, некоторые считаем, что в основе, если человек – это тело, ну и что значит? Поэтому можно убить человека, его на сверху, можно с ним делать все, что угодно. Когда Бог говорит, с нашим народом он заделает все, что угодно, он говорит, воспаляйте его, хвалите, говорите, что он самый-самый, и он позволит тебе от вот этой тщескали, от этого такого самоубеденности, он позволит себе иногда себя волнить что-то. А когда мы понимаем, что Бог, нету, как я говорю, между Богом и Сатаной, нет ни пространства, ни времени, есть только вектор. Когда этот вектор, он направлен внутрь. И когда каждый из вас сегодня ощутит себя частицей этой удивительной магической мысли, которая является вся Вселенная. Вся Вселенная – это мысль. Мысль, как она называется, Бога. То есть это тот свет, с которого приходит наша душа, куда мы уходим на тот свет. Это тот свет, он не делится на отдельные квантовые частички, это квантовое сознание. Это то самое нас первое сознание, которым мы занимаемся уже много лет. И спасибо живой планете. Она живая, потому что она разумная, потому что она наша. Планета-мать. И все так говорят, планета-мать. А мы дети планеты. Мы не дети Солнца, мы не дети правительства. Мы не дети тех чиновников, которые... Спасибо им, что сегодня разрешили снова в этом зале собраться. Дали нам всего четырех часа. Здесь для отмечать отметки Дня России и официально обсерватория не отмечают официально. Я бы хотела, чтобы официально отметили, но присутствует у нас в районе времени. Здесь наш главный научный сотрудник, старейший сотрудник нашей институтрии, он может нам рассказать, что мы будем здесь в эфир. Спасибо Владимиру, наш друг и брат, что делается такая консляция. Поэтому этот день может войти в историю развития нашей цивилизации тем, что мы понимаем, что вся Вселенная есть мысль. Это смысл развития Вселенной. Мысль – это смысл. И когда мы спросили, «Ты хочешь сказать, что мы понимаем, как мы мысли?» Я сказала, «Я точно знаю, что человек не понимает, зачем он и чем мыслит». Если он мыслит, простите, мозгом или строительством, плоское сознание, то это разрушение. А когда мы мыслим коронами, когда мы общаемся коронами, вот это и есть говорит эфир. Эфир говорит голосом закона. И вот у меня первая книжечка, это базовая книжка из института анасферы, называется «Разом Вселенной и Человека». Точка. «Разом Вселенной и Человека». Неучательно, нет своего разума. У меня лично созвонили. Видим, конечно, безумие человечества, потому что мы начинаем понимать единство этого мира, мира здания, всей Вселенной. Она живая разумная. Она живая потому, что она разумная. Она живая не потому, что она имеет тело, мозг, там, пространство. Вселенной материи, материи 2%. 96% невидимой темной энергии, так называемой темной энергии. Эта темная энергия является тем светом. Когда мы в этом году хотим провести дальше большую конференцию, большую мислородную конференцию в Крыму будем проводить, для того, чтобы здесь, в научном, сделать наукограмм. Концептуальный наукограмм. Концепция, парадигма, идеология, взгляд человека на себя и мы. Если человек не понимает своего причастия, ну, по крайней мере, к роду человеческому, к этому единому, единой нашей семье, кто может сказать, что он живет один сам в своем уме? Нет личного сознания. Это, ну, так сказать, вывод всей деятельности кино. У меня личного сознания нет, но у меня есть чувствительность, порога чувствительности души. Есть очень интересное сейчас исследование института мозга, у нас разные любители психологов, психотерапевтов, которые показывают, что мозг опаздывает. Опаздывает, приходит мысль, мысль пришанутая, а он занят, ему некогда, он добывает деньги, он куда-то бежит, ну, он занят человек, выживает. И человек не осознает, что приходит к нему вот этот свет, светлая мысль. Поэтому, когда мы на себе эту технологию ощутим, то мы увидим, как изменится наша судьба. Я потом написала здесь некие постулаки, некие наши праздники, да, и мы потом их зачитаем. Мне бы сейчас хотелось, чтобы, ну, согреть мне не пришел в этот самый дом, который вступил в 4-5 день, и они в нашем термическом виршитете поверили по голову, например, нашего Николая Васильевича Бодрова, они создали в нашем Томборгическом университете пульс на асферологии. Значит, я толькоскую диссертацию названия доктора на асферологии написала в 2003 году. И потом отправила диссертацию и авторитетера, то есть, в Москву поехала, там, в разные институты, библиотеки название доктора на асферологии. Попалась она в Томборгическом университете, естественно, на нашей библиотеке она есть. И Владимир, сам Николай Васильевич Бодров отдал на распоряжение в 2008 году проводить пульс на асферологии на всех факультетах и гадебных пенологиях. Значит, они пригодили аж целых два года. Но физики отдельно, реализики, реалии, биологи отдельно, все отдельно, они не смогли между собой договориться. И остался один Владимир Славович который он сегодня обещал приехать. У него на асферное образование его базовая тема, он сейчас ее ведет, и он обещал сделать, я поэтому потрачу еще несколько минут, вместо того, чтобы вместо Владимира Славовича он в Солочи и Детелькина, это профессор в КНУ, сейчас в КНУ в Крымский федеральный университет, его тема на асферное образование, она остается, ну, так сказать, как он не востребована. Люди не хотят, чиновники не хотят ничего делать, не хотят менять, не хотят менять специалисты свои понятия, свое, не только свое понятие, но то, то мировоззрение, мировозприятие, которое сможет восстановить высшую цивилизационность в планете Земля. Я 50 лет назад послушала лекцию, что была когда-то, несколько веков назад, на всей планете одна цивилизация. И вот эта одна цивилизация на всей планете, она для меня послужила неким сигналом, и я вот 50 лет занимаюсь исследованием куда-то надевалась. Она называется параллельная Вселенная, она внутренняя. И вот этим внутренним миром занимался Николай Александр Шкозов. Я написала только свою десертацию в 2003 году, освещенное причинной механизм Козырева, где он говорит, что время это не длительность, время это энергия. Но он, правда, не сказал, не смог, но в то время, понимаете, когда там за какое-то слово создали, модели распять, расстрелять, модели так разлить, распять, как рискал. Когда власти управляют наш социальный, наша социальная программа, она разрушительная убийство, это фирма. Социальная программа это фирма, которая зависит от денег, от печати. А кин, если вы знаете календарь цоль кин, Ольга, кстати, Александр занимается тоже календарь, кин. 260 принципов кина. Кин это печать судьбы. А наш кин большими куколями, германики, цоль кин, 260 принципов, это матерца цоль кин. Наш кин это тот самый символ, символ того времени, когда пришло время восстановить народ, пробудить народ, пробудить народ, пробудить вот это родовое сознание, показать неповторимость и уникальность каждой личности, каждой души, потому что идет восстановление, идет индивидуально собор на Томбрае или вах не идут. Идут каждое дело, индивидуально. Поэтому пришло время сейчас пробудения каждой личности, и вот это наследное образование, создавение тоже неудивидуально. Алексей Хауссов, который сейчас собирается, он работает в Тарасе, это наш второй представитель Кина, он работает, и они хотят сделать официально открыт институт на сфере, крымский институт на сфере, с государственными дипломами, чтобы это образование было общей линейкой. Но для этого мы должны собрать в инференции, может быть, обратиться в ученый совет Краула, как-то можно будет достучаться созданием, чтобы понятие на сфере можно было согласовать. И я хочу напомнить Артемий Медзорова, что Дедикат сказал, половина неприятности на планете Земля ушла бы, если бы люди договорились о понятии слова. И кто читал в Библии, кто слышит, слово, вначале было слово, и слово стало Богом. Но это слово, это не буквы, это не язык. Слово это локус, это то самое высшее локус, то самое высшее сознание, ноосферное сознание, космическое сознание, которые являются основой. Конфути говорит, давайте вернем слово к его сакральное первоначальное значение. Еще такое конфуцианство, к чему куча типичных поколений. Потому что мы не можем договориться вначале что такое человек. Чтобы понять что такое человек, надо понять что такое Бог. И когда мы понимаем, что Бог это богатство разной мысли, это неповторимость, неповторимость талантов. Это тот собор, собор, почему говорит народ, это храм, это церковь, церковь, это наука, это не здание. и меня от научного здания когда задобна суббиссертация но от этого меня не от звучит. Поэтому мне дали свободу, когда я стала свободной изучать философию все виды великих, все виды понимания значения слов и у меня очень много голоса и цитат всякие разные каким образом слово меняется в зависимости от того поставили букву сааран или сааран ланни это не ланни это не ланни ланни или авраам когда мы понимаем каббала это не каббала нам из каббала сделали каббалу когда мы понимаем роль буквы роль цифры меня 10 лет учили слушать философию вот я 10 лет практически почти не спала часом но при этом не уставала как вот это как раз каждого слова и приказательства что разумная вселенная дает я вообще не уставала совсем и вот это наше графическое письмо я могу рассказать но я сейчас хочу передать слово моему другу дает и вот программу нашей программы караван мудрости поколений то что делали с 1-6 июня он присутствовал в виде и владимиру и всем нашим большой семье большой привет благодарность и и и и и таким образом смех смех летит вот когда мы поговорим а потом посмеемся все вместе А в смехе, а радует планету, как это, это смехотерапия, вы знаете, это потрясающе, когда мы ввели вот такую программу, и потом все вместе мы говорили, ау, академия улыбки, давайте мы посмотрим, где-то мы заблудились, заблудились, мы потеряли сами себя, поэтому, пожалуйста, Истанин, расскажи, как вы говорите. Мне стало интересным процесс понимания, как понимают люди, что они видят, и как они передают информацию, и информация, как они воспринимаются другими людьми, и так получается, что со своей жизнью, у меня сейчас с тобой была, я занимаюсь именно этим вопросом, мне это очень интересно, и я пришел к тому, что самый простой вариант взаимодействия и передачи информации, это все-таки игра, и когда она говорит, что ты делаешь в жизни, я играю, и они говорят, что мы все играем, мы все играем, но у меня есть моя игра, игра называется «Симфония времени», я так глуполах, потому что, собственно, из-за нее я здесь нахожусь, и из-за нее так получается, что я знаю и идеи на другой планете, и в других городах, и так получается, что из-за нее я понимаю, что происходит сейчас в больших организациях на планете, каким образом сейчас происходит настройка в больших системах, вот, все из-за этой игры. Игра называется «Симфония времени», и симфония – это созвучие с древнегреческого, а время, как мы знаем, это один основной ресурсов, который есть у нас, у людей, и симфония – это самое большое произведение музыкальное, в котором есть, собственно, все, и человеческий голос в том числе. И для того, чтобы симфония звучала гармонично, как мы знаем, нужно, чтобы, во-первых, она была услышана кем-то, потом записана, и для того, чтобы она прозвучала в оркестре, нужно, чтобы в оркестре был сыгран, чтобы каждый инструмент был настроен, и чтобы каждый человек, который играет в этом оркестре, был тоже настроен. Вот. Только тогда будет гармония, только тогда будет приятное звучание. А иначе будет пикапония и какой-то странный шум. Настроен изнутри, как хотелось бы сказать. Конечно. Изнутри в том числе, потому что мы же управляем собой, внутри самих себя, внутри организма. И получается, что игра как раз об этом, о том, чтобы настроить себя и настроить непосредственно уже людей в большом коллективе. Мы знаем из исследований Чеберского, Челковского, Лизанского, когда люди в едином потоке единомышленные движутся, то там, где в диске прогрессии усиливается их энергия, их сила, то есть это совсем новое качество, совсем другие уровни энергии, и из-за этого, может быть, достаточно непросто организовывать и объединять людей творческих людей, у которых очень много энергии и так. И когда они собираются вместе, они становятся еще больше, и они открыто их делятся и другими людьми, и энергии просто в политике умножаются. И получается, что многие эти вопросы, которые для них были решены, раскрываются в новом качестве, в новом свете, и это уже сразу же, когда новый человек приходит в творческий коллектив, который совершенно другой уровень, и все приходится переставить. И что же делать? Как же настроить эти процессы, как же постоянно будут приходить новые и новые люди, и энергия будут расти и расти? Ну, скажем так, что примерно понятие математики такого процесса, то два человека, когда я набью себе это 7 раз, соответственно, 3 – 21, а если это 6 человек, то это 16 807 раз. То есть, это какой объем охвата происходит, и на самом деле, какое надо иметь тело для того, что такое в этом процессе, и на самом деле. Вот. Но самое основное, как указывается, это непосредственно процесс передачи информации. И как правильно говорилось сейчас в Лайме, о том, что нужно научиться понимать друг друга, то есть перейти к единому панетиному опору. И на практиках и на семинарах, которые по ходу движения создания игры я проводил, происходили различные веселые такие события, когда люди достаточно высокого уровня развития на любом-то этапе начинали не понимать друг друга. То есть, вроде бы говоря, одно и то же формы. И вот, собственно, одна из задач игры, я думаю, вообще, вот этих вот… Игры на семье. Игры на семье, да, наших собраний – это в том, чтобы идти к единому пониманию. Ну, я, например, для себя начал это исследование с такой простой формы, как «Я». Я начал исследовать, что это такое. Мы все называем себя «Я». Вот. Мы все эту вибрацию постепенно постоянно изучаем. А когда надо задавать вопросы, что же это такое, большинство людей вообще не смогли ответить никак. То есть я не задавал вопрос «Кто я?». «Кто я?». Человек определяет сам, будучи разумным и имея с собой выбором. А вот что такое «Я»? Оказалось, мало кто понимает. Правда, дети, они всегда легко говорили. Посредние буквы, на самом деле, русские дети. Вот. Для этого всегда было приятно, что хотя бы дети находятся там, где нужно в теле, и у них все очень просто и легко. А люди, которые находятся, находились в таких глубоких исследованиях, у них это был очень сложный вопрос. Они пытались описать, что они вселенные. То есть, ну, как бы… Хотя, на самом деле, ответ был вопрос «Кем я себя подозреваю?». Но это отдельная тема. Вот. И изучая этот вопрос, стало понятно, что вибрация «Я» заключить на уровне сердца, или духовного сердца, или дочевой железы, которые, собственно, отвечали за импатию, или за взаимодействие наше. И если мы просто пропоем этот дух «Я», то мы все подозреваем где-то вот на этом уровне. И почувствуем такое единичное сердце. Вот. Кроме этого, стало понятно, что «Я» — это первая буквы половинчатая. То есть, она, ну, такой же образ, она как будто бы требует завершения. То есть, у нас зависит на вторую букву «Я», то у нас научится уже и форма, и определенные символы, которые создают единую целостность. И мы видим, что это «Я» — она живет в округе второго информационного потока, и каждая отписывает свою сторону. Но, на самом деле, это индивидуальное вращение вокруг потока. И когда мы туда дальше посмотрим, то мы видим там очень много всего. Вот. Но это отдельная тема. Кроме этого, понятно, что «Я» и «Я» — то есть исследование, что «Я» и «Я» — это образ по наших тому книгах, или «Е», и в то же время это англический символ. Это символ интроистечения информации сверху. Это раскрывает, собственно, уже в нас, в любых существах, и не стекает дальше. Вот. И, собственно, вот этому уровню понимания «Я» и «Я» — это взаимодействие, когда мы встречаемся как на рекламе короны, или в едином информационном поле в качестве информационных существ, которые управляют даже энергетическим пространством, посредством информатики. И это тоже одна из этих важных задач, и дать внимание информатики как таковой, потому что сейчас это понятие тоже скажается. Я пытался найти в интернете адекватное пояснение этому, но везде начинается с того, что информатика — это наука об управлении действительной техникой, в то время как информатика — это наука о течении информации. А информация — это, в общем-то, трансформация формы или внешней энергии, соответственно, сознания или разума. И это нигде не сдается. Информатика форма — это форма, да? Тихо — это течение, как пластика, течение нервы. Информатика — это течение собственной информации или трансформации каково. Соответственно, информатика — это наука о трансформации, для управления изменениями людей. И именно к этому и есть доступ к уголовным веществам, и у нас — человеческих веществ. Я так надеюсь, что мы все на этой теории. И в процессе размышления о том, как же показать людям, что научить и взаимодействовать вот в этом поле особо мощной, проверенной энергией, создалась игра на симфонии времени, которая позволяет людям... Ну, там можно подновременно играть русский человек, но создаётся общее поле, создаются эти эффекты, когда люди в едином пространстве могут, скажем, передавать информацию о дереве на человек. Один другому там рассказывают, или другим людям молит. И это уже не только дерево. То, что там за этим деревом помогут. Там и человек следит. Не знаю, это не история про человека. То есть пространство раскрывается, значит, понятно, что происходит там. Ну... Слушай, друзья. Нет. 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 И вот в процессе этого исследования, я про три игры, проиграл её, проиграл её, через три года в неё, и играл очень много людей. Раскрывается очень много глубоких смыслов, много взаимодействий. И самое интересное, что становится понятно, что там начинается всё с грани мечты. То есть это некоторая основная суть того прекрасного идеального образа, куда мы смотрим, куда каждая и каждая душа движется. И когда люди описывают свою мечту и пытаются найти эти грани, оказывается, что это всё грани для некоторого единого мира. Единого прекрасного, реального мира, который каждый человек имеет свои позиции. И так получается, что каждая душа движется именно туда, пытаясь нести свой вклад. И, может быть, это одна из моментов ценностей игры, что когда люди собираются воедино, они описываются больше, душа раскрывается, да, свет сознатечный, осветит непосредственно в те формы. и многие приходили с запросами, писали целые страницы, и когда они собираются воедино, и она не становилась больше, они видели то, что они видели отдельно сами по себе. И с Мехи мы включаем все планы бытия. Так просто-просто. И вот здесь последние слова, которые, последние слова, которые сказали Евгения Павловна, это есть теория и есть практика. А услышьте слова. Практика – это означает тихо, двигаться, да, это я двигаюсь. А Тео – это Отец. Его ли я путем или не его идет? Значит, оказывается, это одно и то же. То есть, насколько я понимаю теорию, настолько я верно иду в жизни практически. И все, настолько все перевязано и однозначно, не разнозначно, однозначно нам надо понимать. Вот. Слово. Потом слово, даже само слово. Почему оно было в начале? Это О, находится в О. С-Э-О-В-О. А О – это что? Целостность. Если целостен Бог, то я, находясь в Боге, тоже О. Ну-ка маленький О. Пока еще. Ну, вот такой какой есть. У нас аж два О. Понимаете? Аж два О. Поэтому, кто родится от воды, и Духа Святой, водит Царство Небесное. Нас нема, нас два О. Бог – большой Бог, и я его, малый Бог. Когда ваше тело нормальное, как это? Во! И вот. Да еще с присыпочкой. А что как присыпочки, да зветочечки? Или ЙО, как мы называем, когда ЙО дает сердце. Это означает то, что я напрямую слышу все силы вселенские, напрямую, без последних. Их же реализую. И так. Поэтому ЙО всегда моё. Понимаете? ЙО – это моё. Это ЙО дает сердце, это умение слышать Бога. Оказано. Когда ты открыт. Когда ты свободен. Когда ты живешь просто. Поэтому П – покой, сто кратно увеличивает рост. А что такое сто? Сто это когда десятка в квадрате. А десятка. Когда я вышел за пределы борьбы, стал рядом, борьба живет. День и ночь. А я хозяин суток. Понимаете? Ночь сварова, день сварова, мне все равно. Я хозяин. И они мне служат. И я стою. Поэтому раньше даже десятка означал десятка. Видите? Истеричная. Возьмите наши славянские его. Воковые символы. Все. Ну вот так вот. Поэтому я сейчас что-то стихами скажу, чтобы короче было. Сегодня время небывалое. Мы переходим в новый класс. Все звезды крупные и малые взяли от вас в монасты. Идет рождение человечества. Иной информации. И тех. Вот потому-то люди меряются. Один упал, другой среди тех. Один поверил в свою святость. И шаг навстречу сделал ей. Другой грехи искал и пахлость. И к ним привил душой своей. Сегодня время очень важное. Итог на скалы подводить. О душе вспомнить надо каждому. И всех любовью одарить. Экзамен на мудрость мы ныне сдаем. Он тонок и гибок и точек. Своими дорожками по жизни идем. И делаем то, что мы хочем. И львови чужую принятла в свою. Насилуем душу и тело. Внутри все рыдает. Снаружи поют. Играя великое дело. Задуматься надо. И честно взглянуть. Себе самому свои глаза. Да сколько же можно всплывать. Дотонуть. Дождать постоянно подсказки. Пора же ответственность взять на себя. Учиться у жизни долгого. Любовь вдохновляя отныне меня. А совестью чувствую Бога. Святая старина легко крылом проснулась. По сердцу плавно ветерком прошлась. А жила память. Радость и проснулась. То и жизнь и святость в меня ввелась. Я осознал с собой единство временное. Надежность и покой. И вечность бытия. Что было за меня. И будешь то со мною. И все одно большое. Огромнейшее я. И это я все видит. И это я все знает. И это я все может. И это я есть Бог. Великой благодарностью душа моя летает. Что глубины и святости коснуться ныне смог. Мы здесь, чтобы проявить себя. В душе распить свои возможности. В себе творца зерно неся. Простыми сделать мира сложности. Свести ко вдохновению все. Найти единство разноречия. Творить. Восторженно свое. Притая Божье человече. Я как природник математики. Я вообще математик по сути по своей поведению. И вот когда мы понимаем, что математика это основа, которая одинаково считает кванты, звезды, судьбы людей и остальные. И я обычно тоже люблю выступать после конца. Когда вот скажешь, я все время говорю. То, что сказал, например, Николай, 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 Николай. То, что сказали, может, все представили здесь. То, что могут сказать остальные люди. Люди – Боги. И вот мы хотели сегодня, чтобы каждый человек представил себя сам. Но в течение там нескольких минут там. Три, пять, не больше десяти минут. Потому что там довольно много. У нас так время ограничено здесь. Ну, значит, мы хотели бы, ну, именно из-за зала. Потому что у нас зал, знаете, не на доме. Здесь очень многие люди приезжают. В нашем зале проводят очень многие конференции, встречи такие. Но необходимо обязательно осознать величие каждого человека. И вот ради Бога, ради Бога в себе, ради большого Бога, ради в себе маленького Бога. У нас такая была игра. Вот мы создали театр, открытое небо, у меня хроника открытое небо. То есть я могу говорить, ну, часами, так же, так, какие люди. Но в этом смысле нет. Потому что я вот написала книгу, 108 страниц. Потом я вот засел с островиц, оставила носик. То есть областик, как и обычно говорили на областике. И люди не приедут читать. Можно сказать, очень быстро. И поймете, когда я согласен, наша задача – согласовать. Не противоречит. Физика не противоречит ли. Поэзия не противоречит науке. Философия. И у нас единственная политика как дурное дело. Но политика – это искусство управления. Если бы у нас политика была уже искусством, вот тот самый гиброй, тот самый гиброй. И вот Владимир Ильич, у нас это понимает, как работает тут политика. Ну, все понимают. Все понимают, что нам надо изменить политику не управления людьми, а создать условия для каждого человека, и каждого человека, с какой-то человек. Поэтому вот сейчас, наверное, Виталик, мы пройдем как-то. Пусть люди немножечко заявят себе, что такое Высшее Я. Как человек понимает, мне кажется, он просто плотский в сознании, в деле – это великая душа. И каким образом мы можем сейчас обратиться к Президиуму, в Академию, в правительствах, в городах, в наш научный совет, в ученые советы. Обсерваторию – крупнейшая организация. Это имеет большой авторитет. Ну, не продлешься никуда не на одну стену. Но, понимаете, как будто бы бетоном залита вот эта теоретическая космология. Нам надо ее прорудить. Как это сделать? Мне бы хотелось, чтобы мы ответили на вопросы. В этом году мы должны поставить… Здесь наукоград едет. Мы должны создать в научном, ну, в первой, если не в научном, в обсерватории наукоград, концептуальный, именно проективный вот этот наукоград, который покажет, старт человеку стать мыслителем, борцом. Мы идем в различных сообществах, в людях, которые там занимаются боительствами какими-то вопросами. И толку, на самом деле, четкого образа пусть никого нет. То есть конкретная картинка, никуда не может дать. Есть какие-то небольшие наброски, есть какие-то небольшие идеи, но четкого образа нет. И вот очень недавно, получается, что возник запрос сразу в нескольких крупных организациях о том, что же есть ли какой-то такой единый проект, который может нас объединить, и чтобы это касалось непосредственно планеты Земля, это не нарушало экологию планеты Земля, это объединяло людей, и это объединяло не только, скажем, духовность людей, но и тот научно-мистический прогресс, который у нас сейчас есть. То есть чтобы все не противоречило друг другу. И возникла такая идея, концепция, которую я хочу туда донести. Она достаточно простая и понятная. Это «Город мира» называется эта концепция. Что же это такое? Город мира. То есть это город, который является достоянием всего мира, то есть это не город в каком-то государстве, это город города Земля. И что же, в чем же особенность? Но особенность в том, что этот город находится в небе. Обычно сразу появляется такая картина из каких-то, скажем, каких-то странных фантастических фильмов, что там город в небе висит. Но на самом деле, еще в 48-м году был разработан проект «Город мира» в Советском Союзе. Кто-то поднимал, 40 тысяч тонн было бы поднимать. Вот. Если, скажем, он поднимал 100 тысяч тонн, то там можно разместить такой небольшой город, 10 тысяч человек, он будет предложить. там вот все следовательства. И это не какой-то элизиум или что-то такое для элизи, а это просто город, в который люди могут прийти, пожить, посмотреть. Вот. И для того, чтобы этот город создался, необходимо, чтобы создалось особое особое условие на планете, то есть это немаловажно, чтобы вот эта ограниченность, и люди поняли, что они земляне, они живут на одной из одной планете. Вот. Почему «Город мира»? Ну, потому что это самый безопасный вид транспорта уже давно, это интересно. Вот. Самая дешёвая, самая дешёвая перевозка вот при этом. И это интересно, побывать, пожить в небе. То есть проснуться утром, скажем, посмотреть в горизонт, увидеть небо сверху, землю внизу. То есть новый, новый такой взгляд. И при этом, люди, которые находятся на земле, они получают и дальше поднимать свой взгляд к небу, а это, собственно, будет менять многие людей, потому что они будут все чаще обращаться к небу, и небо будет для них безопасным, потому что это не какая-то страшная машина, а это город, город мира. Вот. Ну и, собственно, здесь мы сразу открываем такие вот процессы, как мир в мир, да, небожительство, я помню, в мире. Вот. Кроме этого, для того, чтобы это создалось, необходимо будет участие научных людей, которые, известно, практически что-то создают. Вот. Важна также социальная структура, которая будет на этом корабле. Для этого нам нужно будет отработать их на земле, соответственно, будут взрываться на планете такие небольшие оазисы, где будет отрабатываться социальные механизмы, в том числе, это экологичность, потому что это закрытое пространство, который должен быть полный цикл оборота, и, чтобы этих отхоров от имени выходило. В принципе, это тоже уже достаточно разработанная система, потому что еще в конце прошлого века современные суда уже обладали этими технологиями закрытого цикла. Но, собственно, мы можем отработать все технологии. Таким образом, это могут быть виртуальные пространства, в котором люди будут пытаться собираться, но, тем не менее, это будет именно такой способ использования технологии и виртуального пространства, который позволит людям соединиться в живой среде. материи. Кроме этого, в этом же процессе есть идея создания баз знаний, причем на основании такой идеи игры, игропрактики, когда люди будут увлекаться в игру через интернет, но система будет создавать такие условия, чтобы люди играли в живом пространстве, то есть в действительности, видя друг друга и чувствуя друг друга живыми и настоящими. вот такая моя идея и идея, которая меня поддерживает. Сейчас это в живых городах. Есть люди в живых городах, это, собственно, они вот семьи собирались формами, сейчас они объединились, это прям, может быть, процесс, может быть, мировой. Вот. Но, интересно, обязательно дам ссылки о немнезнавателях в живых городах, человек, то есть там человек-душа. Владимир Кипольский, о котором я уже говорил, живая планета, в том, истинный, соратник Оля Браун, она занимается процессами командообразования, точно, высокого уровня уже давно-давно она приезжала в Ванне. Да. Вот. Исследовала различные большие программы, платформы, цифровые, которые способны сонастроить людей и дать хороший такой вариант взаимодействия, не на уровне получения какой-то дополнительной прибыли, а на уровне четкой системы обмена знаниями, там, такими же товарами, то есть, чтобы это было четко, нравственно и так дальше. Ну, из-за таких систем, я могу сказать, что сейчас есть система ATOM или Optimum Technology Over Network это оптимальная технология управления сетями, принимаются эти моноголии или, основанные основатели этого процесса. Это уже такая организация, в которой входят 300 тысяч человек, больше 300 тысяч, это все достаточно мощно в такой процесс, где начнут себя людей, применящихся к развитию, совершенствованию, и это не просто люди, как сейчас многие духовные люди они куда-то стремятся и за духовностью забывают материальное, то есть, это люди, которые идут в целостном живаясь, и сейчас многие говорят, а где же деньги? Там есть и деньги, там есть и духовность, там есть и тело, физика, то есть, они занимаются этим вопросом и целостным. Собственно, к чему я вас всех призываю, да, что нам надо строить такую страну богатыри, да, где мы все богатыри, и мы богатыри не только потому, что у нас мощное тело, мы еще работаем с сознанием, и все мы, собственно, душа, и душами мы чувствуем друг друга, или как вот, ну, хороший друг. Костя, говорит, открытое сердце должно быть у всех, потому что, ну, он расскажет об этом больше. Вот, собственно, моя такая идея, мое занесение, что должен быть большой проект, в который мы, все эти правы, люди смогут соединиться, чтобы этот проект был на территории земли, а не в космосе, потому что там, когда отправляют кого-то на Марс, еще куда-то, а так, наверное, плывем в воздушном пространстве, и все мы в воздухе живем всегда. Может, кто-нибудь забывает иногда об этом, но мы все богатыри, и мы с ним не касаемся, потому что, ну, не можем просто ее коснуться, по факту. Так как, сегодня, большая, именно цель, наша, соболосовать эту идею, то выступающий, может сказать, согласен он с этой идеей, и может какой-то добавить дополнительный еще, какой-нибудь, ну, какие-то, некие модели, какие-то особенности, какие-то, но если он не согласен, то надо дать обоснование. Когда, например, если наша, вот, академия наука, она считает, что жизнь случайно возникла и на космос мертвая, то это надо дать обоснование на таком основании, для того, что там, теоретические какие-то предпосылки есть, надо дать обоснование. Поэтому, лисия именно была в том, чтобы показать научное обоснование. Поэтому, у меня особо вот эти модели, например, я не автор, я с островей, я дорожный, я повторяю, у меня не детка никак на диссертации, не детка, я с островей. Вот этого проекта у меня хроника за десять тысяч лет. Хроника мышления и казалось, что это мертвые мышления. Если человек не согласен о том, что Вселенная есть мысль, Вселенная есть сознание, космосознание, надо дать обоснование. Почему он считает, что сознание является какого-то свойством личности, тела, это письмо. Вот, это первое. Ну, видите, какое простое обоснование, простое, я так понимаю. поэтому, если человек действительно согласен, то можно там, ну, как-то, минуточку еще добавить, раз, и будет у нас этот самый балл на пол, все пилы какие-то такие. Пожалуйста, следующий. Поэтому, я согласен с тем, что я в душе, поэтому я здесь. Я сам с собой согласен. Да, да. Пожалуйста, я не могу сказать, Пожалуйста, я здесь. Пожалуйста, я здесь. Пожалуйста, я здесь. Столица русских Севастополя, обрящим слово, Бог, любовь, и на молитвах Херсонеса Русь, ярче, воссияет вновь. Но, моя вселенная, начиная с Севастополя, распространяется на весь Крым, на Россию. Я благодаря себе, что так оно и действало. И несмотря на то, что вы знаете события, что будет через три дня, и тогда мы встретимся один. Я вам хочу сказать, что в этом хорошее, что Россия опять в кольце. То, что Россия возродится вновь. То, что России не надо ни на кого. Рассчитывать. Я иду к этой цели 11 лет. Читаю концерт лекций. За прошлый год пандемии это 67 лекций на стадионах, на полигонах, во всех театрах, во всех практически театрах прямо и в концертных залах. Это 6 лекций в моих стихах. У меня в сборнике есть 5 лекций в моих стихах. Бог, Он во мне. Это точка в моем сердце. И вот моя, допустим, пятая лекция «Цивилизация совести» говорит о том, что мы все русские, кто имеет совесть. все. 197 национальностей. У нас даже есть свой русский Бог. Несмотря на 27 конфессий. Аллах и Кришна, Будда и Иисусе по кругу проведения узли. Все это лишь ошибки в переводе разноплененных жителей земли. Бог в моем сердце. Если я въехал, я в Бог. Если я вниз, кайфе Богу. Вот и все. Очень просто. Все в жизни просто. С правдой Бог в ладу, когда любую победит беду. Я президент молодежного фестиваля. Поэтому все, что творчество. Николая, я прошу, 20-го числа быть на кресле «Москва». Я вас всех предпочитаю писать. 20-го числа в 10 утра кресле «Москва» в 12 печат. Позывной «Свилитор». Вы на реакцию «Свилитор». В 10 утра, кресле «Москва». Со мной будут интересные люди. Я читаю свою шестую лекцию. Называется «Люди-дельфины». Я попал в 10 дней с дельфинами. Могу сказать, это цивилизация. Любой самый захудалый дельфин десятки тысяч раз в совершенстве любого самого прогресса. Кто-то? Да. А ты даже есть, да? Значит, моя концерт-лекция очень простая. Еще хочу сказать, что я полтора года назад зарегистрировал некоммерческое объединение «Элемент Фест». Это 9 лет молодой фестиваль. Вот это вот, 11 лет. Концерт-лекция. Почему концерт-лекция? Потому что в стихах главное другое. Идет постулат. Не нравится, что получаешь, изменишь, что даешь. Хочу? Как же? Э? Без вчера не будет завтра. Водопад форсит рекой. Просто помни подвиг деда. Внуку Божьему свет откроет. Это из моей лекции. Русские поэты. На стразах русского мира. Я тут в Донбассе начинаю эти лекции. Смысл очень простой. Вы все до единого Божьего избрания. Через русскую культуру, через русскую словесность, через старославянский язык, который, вы понимаете, там было 47 звуков, а не 33 буквы. Да? Знаете? В деревне Фодии откроется в полно-связку 47. У нас 33. В антейском арабском 26 и 24. Чувствуете, да, родители? Мы с вами все Божьи избрания. Все до единого. Все. Перед тем, как вам родиться, семьи от вашего папа в миллиардах тиражах ушли никуда. А мама вас выбрала. А весь род, считай, народ, давал маме лучший кусочек, чтобы вы правильно получали витамины. А дали вам имя в святцы глянули, и просто дали, которое вас защищает. И отчество дали, отечество дали, которое вас защищает, независимо от того, на каком свете живет вам. И живем, вот я живу, в самом лучшем месте Земли. Я объехал полмира, могу сказать, в радиусе 50 километров здесь 5 климатических зон. Зачем? Кто знает? Мы владеем русским языком. в каждом слове, каждое событие. Знаешь, что такое люди? Слушай, слово. Люди, Бога, ведущие, зачет. А свобода, знаешь? Свобода. С воли Бога даны. Да? А дали вас цифру. Спаси Богу. Кто знает, что тебе спасит? Спаси Богу. Спаси себе Богу. Но если я, Валентине Павловне, не буду говорить спасибо, она же меня больше не позовет. Тогда мне скажет, пожалуйста, пожалуйста, раз, руководительство, раз. Зачем? Благодарю. Да. Понятно, да? В общем, все просто. Что такое смерть? Кто знает? Смерть. Смерть. Вы знаете? В жизни смерти не бывает. И Христос не уходил в совесть. Это лесть от Бога. А не плачь среди могил. Смерть. Слушай слово. Господь смирил, что ты должен сделать на этой земле. Господь смирил, сколько тебе на это надо лет. Господь смирил тебя и примирил тебя со всеми, когда ты ушел из длинного тела в жизнь вечную. Примирил тебя. И наступила смерть. Слушай слово. Смена мерности телес. Смена мерности телес. Жизни смерти не бывает. Аминь. Зачем? Ну и, если вы разрешите, концовка моей вот этой шестой концертной лекции. Люди и дельфины. Продвижимость такая. А нам, дельфинам, непонятную магию, зачем на белом свете людям воин? Зачем зима? Что создано мерами? Зачем друг другу делать очень больно? Нам все вернуться в их начало. Всего-то только два тысячелетия. Матерпровод поправить Херсонеса с Гаспорта, что за тридцать километров. И рыбу не трави. И русском море. На Желковом пути. Веди, как Бог и честно. Привик-то. Не веди. Не веди. Не руби руки в крюму под кори. Привили здесь веками. Повсеместно. А утром. Начинаем расстроить молитвы. Что делает целебное твою воду. Не лезь и не из книги красной. Бритвы. Не убивай молдов. Козловую воду. И не бросай. Детей своих на место. Им очень мало. И просто приходящих. Не забывай плечо подставить сиры. Боги. Хоть и не всегда просящие. Хорошая. Вернешься без столицы. Благословен за ближнего. Молящий. Спасение тебе. Подарит инцы. Спасение тебе подарит инцы. Иисус. Это царь. Царь. Рыб. Человек. И живота. Аминь. Аминь. Парни. Груноя. Г法ловин. Араинь.